Анонсировано новая версия MLBB. Гайд на Линго будет позднее. Неожиданно, реворк Беллирика. Можно выиграть героев и пару эпических обликов. Мур, привет друг, это Зверько. Соскучился по новостным выпускам? Я, да. И вот в пятницу подгон от разрабов, который отвлекает от гайда на Линго. Кстати, гайд на Линго будет позднее, потому что красивый бой на тестовом не записать. Ну что же, обновление 1.4.24. Анонсировано новая версия MLBB 2.0. Меняют интерфейс, который посмотрели владельцы Xiaomi, если я правильно помню, и некоторые другие счастливчики. Сразу скажу, у меня его не было. Пользуюсь Nubia Red Magic Mars. Так вот, основным тоном выбран синий цвет, сглажены анимация и изменены звуки. Насчет последнего я не уверен, поскольку играю почти всегда без звука. Собираются поменять базовую карту, но на тестовом у меня все еще старая. В результатах боя твоя эффективность будет показываться в графике шестиугольники, как в общей статистике. Неожиданно. Реворк Белерика. Что сразу бросается в глаза. Изменение эффектов. Теперь, когда срабатывает пассивка, Белерик отбивается лозой, а не плевком из цветка. Вот какого эффекта я ожидал сразу от разработчиков. В пассивке все по-прежнему, но зато это теперь массовый урон по обидчикам. Пролетая насквозь, повреждает всех соперников. Первый навык. Теперь это вроде первого навыка Эйдоры. Целиться не надо, бьет быстро и написано, что по троим. Но, как мы с тобой видим, бьет насквозь и по многим. Должно быть имели ввиду три цели. Что подтверждается проверкой. Второй навык прежний. Прицел и самопожертвование. А вот ульта стало веселее и проще. Теперь это массовый рут на огромное расстояние. В целом, мне нравится реворк. Он сделает Белерика более играбельным и полезным. Но мне кажется почему-то, что в нем еще будут изменения. Изменения героев. Сильвана. Обзор у меня на канале. Пассивка. Ранее навыки снижали по 4 гибридной защиты за удар. Теперь эти показатели будут расти от 3 до 6 в зависимости от уровня. Стакается до 5 раз. Итого, это снижение на 30 единиц магической и физической защиты. Как я и говорил в обзоре, ей повысили бонус от магических предметов до 45%. Было 35%. Не веришь? Посмотри. Ссылка будет в подсказках. Исправили баг, когда для самой Сильваны снижение защиты не засчитывалось в уроне. Первый навык. Продлили время действия активации второй фазы до 4,5 секунд. Было ровно 4 секунды. Второй навык. Увеличили базовый урон со 190 до 225 на 6 уровне. А вот магический бонус уменьшили с 25 до 20%. Немного увеличили получаемый щит. 180-330. Это было. А будет 225 и 340. Растет с уровнем. Магический бонус также уменьшили с 60% до 50%. Таким образом, Сильвану усиливают для ранней игры и чуть ослабляют для поздней. Но еще ей добавили 300 хп на всех уровнях. Так сказать, накинули жирка. Увеличили физическую защиту на 4 для всех уровней. Ван-Ван. Обзор также на канале. Найдешь по подсказке. Второй навык. Уменьшили базовый урон на 50 единиц для всех уровней. Абсолютно не критично. Навык используется для снятия контроля с себя и засветить Наташу или Линга на стене. Ульта. Уменьшили физический бонус с 75% до 63%. Маленький секрет для зрителей канала. Система считает ульту Ван-Ван наложенным контролем или дебафом. Если прожать в дополнительных навыках очищения или использовать соответствующий навык, например у Мии или у Дигги, Ван-Ван перестает наносить урон по тебе. Но ее и без этого тяжело убить. В Вану увеличили скорость бега на 10 единиц, потому что на старте она двигается как черепаха. Увеличили прирост скорости атаки с уровнем на 1%. В целом нормальные изменения. Разработчики делают ставку на ее пассивку. Реворкнутая фаша. Не буду изменять традиции, прикреплю обзор в подсказке. Первый навык. Увеличено время замедления с 1 секунды до 1,6 секунды. Но основная сложность навыка и его задержка прокаста. Хотя, может с нормальным пингом будет проще. Все равно сделаю гайд после ее реворка. Ммм, когда-нибудь. Второй навык. Увеличили базовый урон на первом уровне с 400 до 450. Магический бонус уменьшили со 180 до 145%. Ульта. Также увеличили базовый урон на 100 для всех уровней и срезали магический бонус со 180 до 160%. Маша. Теперь золотистый метеор и крылья королевы апокалипсиса будут адекватно срабатывать, ориентируясь на третью полоску хп. Теперь их можно брать. Исправили проблему, когда враги не атаковали первыми Машу, когда у ней было больше одной полоски хп. Грог. Изменили расчет формулы прироста урона. А по факту было 400-700 дамаги, будет 300-600 дамаги с приростом уровня. Это нерв. Чем-то провинился хуфра. Уменьшили базовое значение хп на 80 единиц. Пассивка. Уменьшили бонус к урону от выстрела ленточкой. Было 8% от хп противника, а будет 6%. Хм, 2% от урона, но нет исцеления. Вроде не критично, но посмотрим. Дигги. Видимо косяк перевода. Сказано, что второй навык может убирать все негативные эффекты. Скорее всего это писали про ульту. Бакси. Первый навык. Сократили время стана на полсекунды. Теперь при прямом столкновении полсекунды стан, а при прыжке сверху 1 секунда. Что хочется сказать. Разрабы. Харе нерфить Бакса. Он нормальный получился сразу. Кадита. Исправили Бак с ультой. Она уходила от Сильваны под воду. Другие изменения. Перерисовали картинку направления навыков. Будет ивент наподобие рулетки. Можно выиграть героев. И пару эпических обликов. Страшно представить с каким шансом эта рулетка. Теперь игрока, проигравшей команды, но взявшего МВП, нельзя будет обвинить в слабой игре. Ну, а на этом все. Подписывайся на канал, друг, и пиши свои впечатления в комментариях. Ставь лапку, если видео тебе понравилось. И удачных боев! Субтитры сделал DimaTorzok